Итак, здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы повторим основные понятия, которые у нас существуют в академическом построении, в академической шивописи. И вы эти понятия уже все наверняка знаете, они касаются натюрморта. Чтобы вы понимали учителя, нужно говорить на одном языке. Итак, начнем. У нас есть янергическое тело, наш шар. Это может быть в натюрморте не только шары, это может быть кружки, кувшины, крыльки. И, соответственно, чтобы наш натюрморт получился правдоподобным, мы с вами должны говорить на одном языке. Итак, у любой постановки, давайте вот здесь вот нарисуем такую образом, говоря кружечку. Значит, у любой постановки существует плоскость вертикальная и горизонтальная. Соответственно, плоскость стола, это у нас плоскость горизонтальная, плоскость стены, это у нас плоскость вертикальная. Также в настоящем академическом построении есть такое понятие, как линия горизонта. Кто знает, мне, пожалуйста, подсказывает. Линия горизонта у нас находится вверх, на уровне глаз. Молодцы. Условно, мы ее, значит, допустим, нарисуем вот здесь. То есть у нас достаточно высокая линия горизонта. Это первое очень важное понятие, о котором рассказывают в любой детской художественной школе. Также у нас есть очень важное второе понятие, которое называется источник света. Значит, смотрите, чем более у нас направленный источник света, грубо говоря, чем у нас мощнее наша лампа настольная или это софит небольшого размера, тем наш источник света более четко и понятно освещает наши предметы. Второе очень важное понятие источника света и его расположение. Хочу сделать оговорочку, что источник света может как бы немножко меняться. Может быть, ниже, может быть, выше. И смотрите, значит, в зависимости от этого, вот это очень важный момент, который немногие понимают. В зависимости от расположения источника света у нас, разумеется, меняются размеры падающих теней. Ребятки, подскажите мне такой момент, что такое падающая тень, как она образуется? Это тень предмета, который образуется благодаря падающему свету? Да, да, да. То есть, смотрите, это тень от предмета, которая как бы упала на наш стол. Вот это очень важно, что в зависимости от расположения источника освещения, скажем, размеры падающих теней, они меняются. Давайте возьмем нашу самую верхнюю точку. И получается, что наша тень от кружечки, она вот, примерно вот такая. Наша тень от шарика, она примерно тянется вот сюда вот, да, такое скользящее освещение, образует вот таким образом вот такую падающую тень. Так, теперь, опять же, да, чтобы нам написать правдоподобный натюрморт, мы должны понимать, что такое пятно света. Может быть, кто-то подскажет мне, ребятки, где у нас расположено пятно света? Да, пожалуйста. Пятно света находится посредине предмета? Да, да, да. То есть, смотрите, пятно света находится в самой приближенной точке к источнику света. И нужно вот понимать, что, допустим, вот если у нас источник света вот такой вот сильно скошенный, то, например, у кружечки пятно света, оно будет вот здесь вот. Так, с пятном света мы разобрались. Но вы, наверное, кто хотя бы раз пробовал нарисовать натюрморт с натуры, да, прекрасно понимает, что наше пятно света, оно сразу не переходит в резкую тень. А здесь вот у нас идет тень, уже такая теневая часть, да. А как называется пространство перехода? Может быть, нам напомнит кто-то? Нет, ну давайте не Саша, а вот кто-то другой. Как у нас называется пространство перехода от света к тени? Да, Ясина. Полутон, правильно. То есть, смотрите, это очень понятное слово. Полутон. Как бы почти тень, но уже не свет. Это называется полутон. Полутон. Пишу ПТ. Вот. И смотрите, эти понятия, почему еще очень важно заучить. У вас перед мысленным взором образуется четкая структура, да, четкие словесные понятия, которыми оперирует учитель. Итак, повторим. Значит, повторим. Плоскость вертикальная, плоскость горизонтальная. Источник света, который льется на предмет. Образует пятно света, которое переходит в полутон, и которое переходит то, что называют собственной тенью предмета. Потому что теней, как вы поняли, их есть два режима. Тень собственная на предмете и тень падающая, которая образуется от предмета. И очень важно вот это вот понятие, которое не все понимают и осознают. Чтобы нам понять формы падающей тени, мы возвращаемся к источнику света. Чем свет выше, тем тени падающие короче. Когда вот представьте, да, вот солнышко в августе, например, закатывается, да, и у нас от деревьев, от кустарников образуются длинные-длинные падающие тени. Вот это очень характерно, например, для вечеряющих пейзажей. Но также это актуально и для постановки внутри студии. Так, ну, ребятки, давайте посмотрим, все ли я понятия перечислила, ничего ли я не забыла. А, да, и, конечно, основное важное понятие – линия горизонта, которая находится на уровне глаз у художников. Мне кажется, все, да? Ну, все, всем спасибо, работаем. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...